Дорогие профессора, преподаватели, сотрудники, студенты и, конечно же, выпускники нашего замечательного факультета физико-математических и естественных наук. Мне особенно приятно обратиться к вам, в первую очередь, именно ощущая радость и гордость за то, что я тоже выпускник нашего физ-мата. Я хочу сказать, что физ-мат не случайно в течение всех лет работы нашего университета называют самым научным факультетом в нашем университете. Прежде всего потому, что знания в области математики, физики, химии студентам, аспирантам на всех факультетах нашего университета дают кафедры именно нашего родного физ-мата. Но еще и потому, что на физ-мате традиционно были сильны научные школы. Хочу сказать, что физ-мат давал нам не только знания профессиональные в области математики, физики, химии, но физ-мат давал нечто большее. И я хочу это пояснить на примере многих наших выпускников, которым образование на физ-мате дало возможность построить, может быть, совершенно неожиданную, уникальную карьеру в своей жизни. И я сам ощутил возможности в своей карьере использовать знания как математика, работая и не только в университете дружбы народов в должности ректора, но и работая уже в составе четырех правительств Российской Федерации. Поэтому физ-мат это нечто большее, чем математика, физика, химия. Физ-мат это хорошая школа жизни. И я думаю, что многие выпускники по всему миру, а я знаю многих наших российских выпускников, которые в своей карьере, в бизнесе в частности, достигли замечательных успехов благодаря вот тому системному образованию, системному мышлению, которое давал нам родной физ-мат. И я, конечно же, хотел бы пожелать профессорам, преподавателям, сотрудникам факультета прежде всего сохранить вот эти традиции в хорошем смысле знания. С одной стороны, фундаментальных знаний, с другой стороны, обширных знаний и с третьих, конечно же, актуальных на современном уровне востребованных знаний. А для этого нам всем придется держать себя в форме. И ректорату, чтобы помогать факультету, и профессорам, преподавателям, сотрудникам факультета, ну и, конечно, студентам нашего физ-мата, на котором учиться не так просто. И я желаю всем нам с вами успехов и удачи на этом пути. Дорогие друзья, коллеги, от всего сердца поздравляю вас с юбилеем родного университета и нашего факультета. В факультет физико-математических и естественных наук вместе с университетом прошел этот одновременно короткий и долгий путь развития. Приняв своих первых студентов, а было их всего 44 человека, в 1961 году, к 2015 году факультет стал одним из самых динамично развивающихся во всем университете. В его стенах учатся более 1100 студентов по четырем направлениям — это физика, химия, математика, информационные технологии и около 200 аспирантов. В 2014 году наш факультет стал лидером университета по привлечению внешнего финансирования на научные исследования. Более половины всех публикаций, относящихся к базам данных Web of Science и Scopus, всего университета публикуются сотрудниками нашего факультета. 2015 год — не самый простой год в жизни России и университета. Но, тем не менее, я уверен, что, несмотря на эти сложные времена, факультет будет продолжать динамично развиваться. Крепкого вам здоровья, неиссякаемого научного оптимизма, ну и, конечно же, хороших студентов. 5 февраля 1960 года Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза и Совет министров СССР издали совместное постановление об организации Университета дружбы народов. В нем говорилось «Учредить в городе Москве Университет дружбы народов для подготовки национальных кадров стран Азии, Африки и Латинской Америки». Его первым ректором стал профессор Сергей Васильевич Румянцев. Организация Университета дружбы народов по инициативе Никиты Сергеевича Хрущева вызвала живейший интерес не только у нас, но и во всех уголках земного шара. Инженеры, агрономы, врачи, педагоги – вот неполный перечень профессий, которым должен был подготовить студентов вновь созданный ВУЗ. 1 октября 1960 года в университете открылась научная библиотека и начал работать подготовительный факультет. К занятиям приступили 539 учащихся из 59 стран Азии, Африки и Латинской Америки, а также 57 советских студентов. Кроме подготовительного факультета было решено открыть 6 основных факультетов – медицинский, физико-математических и естественных наук, инженерный, сельскохозяйственный, экономики и права, историко-филологический. И вот долгожданный момент – 1 сентября 1961 года. По итогам экзаменов в 1961 году с подготовительного факультета на факультет физико-математических и естественных наук было переведено 44 студента, 7 математиков, 18 физиков и 19 химиков. 1 сентября 1961 года студентов на физмате встречали сотрудники 8 кафедр математического анализа, алгебры и геометрии, вычислительной техники и теории вероятностей, общей физики, экспериментальной физики, теоретической механики, органической химии, неорганической химии. Организационно факультет оформился после назначения на должность первого декана профессора Абдельхака Сафуиловича Галиулина. Это событие и стало начальной точкой отсчета в истории факультета физико-математических и естественных наук УДН. У истока в основании факультета стояли люди, защищавшие страну в годы Великой Отечественной войны. Любовь Георгиевна Каратаева, герой Советского Союза Иван Федорович Корольков, Николай Сергеевич Простаков, Игорь Васильевич Черемискин, Борис Ефимович Зайцев, Алексей Константинович Молоткин, Гелий Павлович Башарин, Михаил Миронович Мартынюк. Еще в период становления УДН вызывал во всем мире пристальный интерес. Это был уникальный и во многом экспериментальный проект создания международного вуза, не имеющий аналогов. Желающими обучаться в Университете дружбы народов были сотни и тысячи молодых людей из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Это были лучшие из лучших ребят, отучившиеся 2-3 года в зарубежных университетах. Советских абитуриентов отбирали из числа успешно выдержавших вступительные экзамены в ведущие вузы Москвы. Какие они были наши первые студенты? О чем мечтали? Что любили? Что огорчало, а что радовало? Ответы на эти вопросы мы можем лишь предполагать, вглядываясь в лица на этих кадрах. Галиулин Абдельхак Софиулович, доктор технических наук, декан факультета, заведующий кафедрой теоретической механики, почетный профессор УДН, академик Международной академии наук высшей школы, почетный академик Академии наук Республики Татарстан, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации. Врожденная интеллигентность, высочайшая тактичность и безграничная эрудиция позволили профессору Галиулину в кратчайшие сроки решить проблемы комплектования кафедры факультета, наладить работу ученого и диссертационных советов, а также научных семинаров. На факультете был создан вычислительный центр университета, вышли первые тома трудов Университета Дружбы Народов, состоялись первые защиты кандидатских диссертаций аспирантами УДН. Простаков Николай Сергеевич, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный профессор УДН, действительный член Нью-Йоркской академии наук. 29 лет возглавлял кафедру органической химии. 23 года являлся деканом факультета. За годы работы в университете создал школу химиков-гетероциклистов, работы которой признаны мировой научной общественностью. Разработал и внедрил в производство анальгетик промедол, который более 50 лет используется в медицинской практике. Аникин Виталий Иванович, доцент, кандидат физико-математических наук. Инициатор открытия новой специальности на факультете радиофизика и электроника. Один из первых выпускников Университета Дружбы Народов. Закончил факультет физико-математических и естественных наук по специальности физика, получив диплом с отличием. С 1974 по 1978 год по направлению Министерства высшего образования СССР работал в университете города Банги, деканом факультета естественных наук и по статусу исполнял обязанности заместителя министра образования Центральной Африканской Республики. Его работа в этом университете была отмечена правительственной наградой Центральной Африканской Республики. Филиппов Владимир Михайлович. Выпускник факультета физико-математических и естественных наук. Математик. Доктор физико-математических наук. Профессор. Академик РАО. Академик Международной Академии Образования. Академик Российской Академии Естественных Наук. Министр образования Российской Федерации. Декан факультета. Заведующий кафедрой математического анализа. С 2000 года по настоящее время заведующий кафедрой сравнительной образовательной политики РУДН. Кафедрой ЮНЕСКО. В настоящее время ректор Российского университета «Дружба народов». С февраля 2013 года по настоящее время председатель высшей аттестационной комиссии. Гордеев Александр Николаевич, профессор, окончил физический факультет МГУ. В 1962 году аспирантуру по кафедре теоретической физики и был распределен на факультет физико-математических и естественных наук УДН. В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1996-м докторскую диссертацию. Разработал новый метод возмущения в теории кинетических уравнений. Найдено точное сингулярное решение цепочки Боголюбова. Предложено оригинальное объяснение энергетического спектра космических лучей. Давыдов Виктор Владимирович, доктор химических наук. В 1977 году закончил УДН имени Патриса Лумубы факультет физико-математических и естественных наук по специальности химия. Создал школу и научные направления по химии комплексных соединений с биологически активными веществами. Член ученого совета РУДН. Председатель диссертационного совета РУДН. Член совета по химии УМО по классическому образованию. Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Заведующий кафедрой общей химии РУДН с 1997 года по настоящее время. С 2013 года начальник УМУ РУДН. Воскресенский Леонид Геннадьевич, профессор кафедры органической химии. Приглашенный лектор в университетах Кардифа, Бари и Гента. Член Американского химического общества и Международного общества гетероциклической химии. Член редакционной коллегии журнала «Химия гетероциклических соединений». Член ученого совета РУДН. Председатель ученого совета факультета физико-математических и естественных наук РУДН. Эксперт Российского фонда фундаментальных исследований. Первая кафедра будущего физмата, кафедра математического анализа, была создана в декабре 1960 года известным математиком и педагогом профессором Львом Эрнестовичем Эльцгольцем. Лев Эрнестович пришел в УДН с физфака МГУ, где в течение 27 лет читал студентам-физикам лекции по дифференциальным уравнениям и вариационному исчислению. По его учебникам учились не только в России, но и во всем мире. Второй основатель математического образования в УДН – профессор Валерий Витальевич Рыжков. Помимо руководства созданной им кафедрой алгебры и геометрии, с 1962 года Валерий Витальевич читал лекции по высшей математике для многомиллионной аудитории на центральном телевидении. В становлении математических кафедр внесли большой вклад профессора Желобенко, Масленникова, Сабинин, Лётов, Бочаров, Филиппов, Башарин. 2 октября 2014 года была вручена государственная награда правительства РФ профессору Клюшину Владимиру Леонидовичу. Математические кафедры сегодня возглавляют известные профессора. Кафедра нелинейного анализа и оптимизации Арутюнов Арам Владимирович Кафедра прикладной математики Скубачевский Александр Леонидович Кафедра математического анализа и теории функции Степанов Владимир Дмитриевич Книга природы написана языком математики. В этом плане студентам физмата повезло. Они имеют возможность профессионально владевать этим универсальным языком. Из всех математических дисциплин следует выделить математический анализ. Он является корневой системой большого дерева под названием современная математика. Именно поэтому основы анализа являются неотъемлемой частью даже самых кратких курсов высшей математики. В математическом образовании на физмате происходят заметные изменения. Появился ряд новых курсов по выбору. Обновлены программы классических дисциплин. Стал более тесным контакт математических дисциплин с другими читаемыми курсами. Успехи современных студентов во многом связаны с их навыками самостоятельного обучения. В преподавании язык изложения материала направлен на сближение с научным языком современной математической литературы. Особое внимание уделяется междисциплинарным связям. Это находит свое отражение и в научных работах преподавателей. Так, на кафедре математического анализа теории функций за последние годы получили развитие исследований области интегральных операторов, механики бесконечномерных непотенциальных систем. Ведутся исследования по качественным свойствам решений эволюционных систем. Разрабатываются математические модели, описывающие процессы, происходящие на финансовых рынках. Научные исследования ряда сотрудников были поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований. Их достижения отражены в ряде статей, опубликованных в престижных отечественных и зарубежных журналах. Научные исследования в области теории телетрафика, прикладной теории вероятностей и проектирования сетей связи последующих поколений ведутся в РУДН более 50 лет. Начало им положил заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный профессор РУДН, доктор технических наук Гелий Павлович Башарин. Создание на рубеже XX-XXI веков широкополосных сетей связи, конвергенция информационных, телекоммуникационных, компьютерных технологий привели к резкому повышению спроса на предоставление услуг в рамках сетей связи последующих поколений. Сейчас уже функционируют сети четвертого поколения. С 2017 года будут работать сети пятого поколения. Важнейшей задачей при предоставлении услуг в сетях последующих поколений является обеспечение качества обслуживания. Для исследования этой проблемы, а также для создания новых специальностей в области компьютерных наук, ректор РУДН, академик Владимир Михайлович Филиппов, создал в 1996 году на факультете физико-математических и естественных наук кафедру систем телекоммуникаций. А в 2014 году произошло объединение кафедры систем телекоммуникаций и кафедры теории вероятности и математической статистики. Ежегодно на кафедре специализируются до 50 студентов бакалавриата, 25 студентов магистратуры, 15-20 аспирантов. На кафедре действуют две научно-технических лаборатории, научно-учебных лаборатории. Действуют два диссертационных совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. Индексы цитирования профессоров и доцентов кафедры таковы, что по состоянию на май 2014 года четверо из них Башарин, Самулов, Гайдамака, Чукарин входят в топ-100 ведущих российских ученых по отрасли связи. Успешно функционирует признанная на международном уровне школа математической теории телетрафика, созданная профессором Башариным и его учениками Павлом Петровичем Бочаровым и Константином Евгеньевичем Самуловым. 1962 год. Продолжается интенсивное, ускоренное развитие научных и академических направлений факультета. Для организации кафедры теоретической физики УДН приглашается известный ученый, лауреат Государственной и Ломоносовской премии, профессор Терлецкий Яков Петрович. Именно его работы легли в основу таких направлений теоретической физики, как теория квантовых функций распределения, квантовая теория магнетизма, теория ускорителей, теория происхождения космических лучей, теория множественного рождения частиц, теория солитонов и теория флуктуации. В 1972 году за теорию кумулятивного создания сверхсильных магнитных полей Терлецкий Яков Петрович был удостоен Ленинской премии. В это же время для создания кафедры радиофизики в УДН приглашается известный специалист в области прикладной электродинамики и теории волноводов сложной формы профессор Лев Николаевич Дерюгин. Автор основополагающих идей, исследователь и создатель научной школы по изучению антенн сверхвысоких частот с электронным сканированием луча. За эти исследования, уже будучи заветующим кафедрой радиофизики УДН, в 1965 году Дерюгин был удостоен премии Академии наук СССР имени Попова, а также в 1984 году Государственной премии СССР. Для заведования кафедрой физики, ведущий курс физики на инженерном, медицинском и сельскохозяйственном факультетах, был приглашен доцент, затем профессор Рубен Георгиевич Геворкян. Целая плеяда крупных ученых-физиков сформировалась к тому времени на факультете. Всемирную известность приобрели научные школы. В области теории относительности и гравитации профессора Николая Всеволодовича Мицкевича. В интегральной оптике профессоров Льва Николаевича Дерюгина и Валерия Ефимовича Сотина. В теории устойчивости многомерных солитонов Юрия Петровича Рыбакова. Добрый день. Я расскажу о физических исследованиях, которые мы ведем на кафедре прикладной физики Российского университета Дружбы Народов. Известны слова великого английского физика Резерфорда о том, что есть только одна наука – физика, все остальное – коллекционирование марок. Относиться к этим словам можно по-разному. Но то, что физика лежит в основе всех наук о природе, и физические методы исследования сегодня стали ключевыми и в химии, и в биологии, и в медицине, сомневаться не приходится. Вот почему на кафедре прикладной физики мы не только осуществляем преподавание физики в полном объеме, то есть бакалавриат, магистратура, аспирантура, но и ведем мультидисциплинарные исследования в направлениях, представляющих сегодня интерес в науке, имеющих на кафедре исторические корни. Кафедра прикладной физики была образована в 2014 году в результате слияния двух старейших кафедр университета – кафедры экспериментальной физики и кафедры радиофизики. Наследством основателя кафедры радиофизики профессора Льва Николаевича Дерюгина стали направления интегральной оптики и фотоники, которые сегодня развиваются под руководством профессора Камонского. Эти направления имеют ключевое значение для электроники будущего. На кафедре экспериментальной физики выделяются работы, инициированные профессором Михаилом Мароновичем Мартынюком, которые посвящены очень интересному явлению, называемому фазовому взрыву. Но основной профиль кафедры, плазменной, сложился под влиянием профессора Константина Савича Голованиевского. На этой кафедре были выполнены по его инициативе работы по исследованию очень интересного физического явления гирмогнитного авторезонанса. И некоторые экспериментальные установки кафедры были даже занесены в реестр уникальных установок Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Сегодня экспериментальные работы по физике взаимодействия электромагнитного излучения с плазмой ведутся под руководством профессора Балмашнова и доцента Андреева, а теоретические исследования, в том числе по физике нелинейных явлений, под руководством профессоров Милантьева, Ерохина и доцента Турикова. В прошлом году Европейским международным научно-индустриальным консорциям профессор Милантьев был удостоен медали Лейбница, а коллектив наших авторов получил престижную премию Международной академической издательской компании «Наука» за лучшую публикацию в области физики. Для вузовской науки очень важно не замыкаться в собственной мелкотемии, находиться в струе современных исследований, выполняемых в мире, в том числе специализированными научными организациями. Следуя этому принципу, наша кафедра имеет тесное взаимодействие с Национальным исследовательским центром Курчатовский институт, Институтом общей физики Российской академии наук имени Прохорова, Институтом космических исследований, в которых наши студенты проходят практику и выполняют квалификационные исследования с возможным последующим трудоустройством. К примеру, в Курчатском институте я являюсь руководителем научной школы по теории магнитного удержания плазмы, имеющей грант президента страны по поддержке ведущих научной школы России. Разумеется, в состав этой школы входят и студенты, и аспиранты кафедры, и некоторые ее сотрудники. Немаловажно, что научная работа на кафедре поддерживается исключительно за счет внешних грантов и договоров. Помимо всего прочего, это обеспечивает вполне ощутимый доход факультету. Изучать физику и работать не очень интересно, поэтому мы ждем на нашей кафедре людей, которые хотят интересно жить. Спасибо. Сегодня на факультете две выпускающие физические кафедры. Кафедра теоретической физики и механики, заведующий кафедрой с 1993 года по настоящее время, заслуженный деятель науки РФ профессор Рыбаков Юрий Петрович, и кафедра прикладной физики. Завкафедрой с 2007 года доктор физико-математических наук профессор Ильгисонис Виктор Игоревич. В 90-х годах в рамках национального проекта под талантливым руководством доцента Андреева был создан Центр прикладных информационных технологий, который и сегодня играет важную роль в учебном процессе и научных исследованиях не только кафедры или факультета, но и всего нашего университета. С июня 2012 года в состав факультета входит кафедра иностранных языков. Доктор педагогических наук профессор Микека Наталья Михайловна. От которой впоследствии выделились другие химические кафедры. С октября 1962 года и по 2001 заведующим кафедрой физической и коллоидной химии становится доктор химических наук профессор Грязнов. Это выдающийся российский и советский ученый, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, действительный член Российской Академии наук, почетный член Международной Академии наук высшей школы, крупные ученые в области гетерогенного катализа. Именно Грязнов Владимир Михайлович является основателем нового, уникального направления в катализе – мембранного катализа. Сегодня на факультете четыре выпускающие химические кафедры. Кафедра физической и коллоидной химии доктор химических наук профессор Серов Юрий Михайлович. Кафедра неорганической химии доцент Винсковский Николай Ульянович. Кафедра общей химии доктор химических наук профессор Давыдов Виктор Владимирович. Кафедра органической химии доктор химических наук профессор Варламов Алексей Васильевич. Кафедра органической химии РУДН была основана вместе с университетом, поэтому в этом году мы отмечали свое 55-летие. К этому рубежу мы подошли со следующими достижениями. Всего на нашей кафедре защитилось уже более 120 кандидатов наук и 5 докторов наук. В настоящий момент научный коллектив насчитывает 13 человек. Основатель кафедры органической химии и ее первый заведующий Николай Сергеевич Простаков был учеником Академика Назарова и занимался азотсодержащими гетероциклами. Под руководством Академика Назарова он разработал препарат, который называется промедол, и используется сейчас как обезболивающее в российской армии. Эта тематика шестичленных гетероциклов была развита дальше учениками Николая Сергеевича, профессором Алексея Васильевича Варлавовым и профессором Анатолием Тимофеевичем Солдатинковым, которые в 1984 году и 1985 году защитили свои докторские диссертации. Одна из них была посвящена химии азофлуоренов, а вторая была продолжением тематики азотистых гетероциклов с внедрением кремния. Профессором Варлавовым были синтезированы сила азоантрацена и сходные соединения. В настоящее время на кафедре развиваются три направления. Первая – это тандемная реакция расширения азотистых гетероциклов под действием активированных алкинов. То есть из шести-семичленных гетероциклов в одну стадию создаются восьми-девятичленные гетероциклы. Этим направлением активно занимается доцент кафедры Борисова Татьяна Николаевна и наш новый декан Воскресенский Олег Геннадьевич. Кроме этого, начиная с 2011-2012 годов, появляются новые направления – это химия мультикомпонентных реакций. Это такие реакции, которые позволяют в одну стадию из большого количества исходных синтезировать целевое вещество с практически полезными свойствами. Ну и еще одно направление, которым занимается сотрудник кафедры Зайцев Владимир Петрович, связано с химией фуранов и реакцией дельсальдера – внутримолекулярного цикла присоединения в фуранах. Всего за время существования нашей кафедры сотрудниками было опубликовано около полутысячи научных трудов. Это статьи, главы в монографиях и книги по органической химии. С 2005 года в научных кругах стало принято измерять активность ученого индексом Хирша. Так вот, на нашей кафедре, на которой работает 13 человек, 5 человек имеют индекс Хирша больше 10. В заключении следует сказать о широком международном сотрудничестве и кооперации, которую осуществляет наша кафедра с другими странами мира. Так, мы сотрудничаем с учеными от Австралии на востоке до Колумбии на западе, от ЮАР на юге до Германии на севере. Очень активно сотрудничество протекает с вьетнамскими учеными и с украинскими учеными. Очень приятно то, что в последние годы происходит расширение, серьезное расширение приборного парка. У нас появляется доступ к современному оборудованию, реактору для проточного гидрирования, для проведения микроволнового синтеза, для фотохимических реакций, микропланшетный ридер, ВЖХ-МС и многое другое. Все это позволяет нам, молодым специалистам, расти и развиваться в выбранной области под чутким руководством старшего поколения, принимая его опыт. И, надеюсь, у нас получится сохранить и приумножить репутацию факультета университета как ведущей научной школы. В рамках программы стратегического развития РУДН на 2012-2016 года на факультете создан Центр коллективного пользования под названием «Физико-химические исследования новых материалов, веществ и каталитических систем». Директором назначен доцент кафедры неорганической химии, руководитель общеуниверситетской лаборатории рентгенографии и кристаллохимии, кандидат химических наук Лобанов. Студенческая жизнь кипела на факультете с момента его основания – июль 1966 год. Студентами факультета создан первый в Советском Союзе интернациональный студенческий отряд транспортного строительства «Ровесник» создание студенческого театра «Дружба». Именно выпускники факультета часто становились у руля социальной, политической и общественной жизни страны. Среди них – видные ученые и общественные деятели, министры образования, руководители компаний и научные работники. Например, Филиппов Владимир Михайлович, министр образования Российской Федерации с 1998 по 2004 годы, ныне ректор РУДН. Антонюк Борис Дмитриевич, с 2002 года замминистра информационных технологий и связи Российской Федерации и многие-многие другие выдающиеся имена. 13 апреля 1990 года состоялась первая встреча выпускников факультета, посвященная 30-летию основания университета. С этого года встречи выпускников факультета становятся традиционными и проходят каждые 5 лет. В ноябре 2000 года выпускниками факультета был учрежден Фонд поддержки факультета, который реализует ряд важных проектов. Лучшим студентам факультета учреждены стипендии имени выдающихся профессоров факультета Академика Грязнова, профессоров Дерюгина, Масленниковой, Терлецкого. Ежегодно проводится конкурс на лучшую группу факультета. Фонд принимает участие в поддержке важных факультетских мероприятий. Добрые традиции продолжаются и сегодня. 10 лет на факультете существует студенческий театр на третьем этаже. Во внеучебное время студенты посещают музеи, ездят на экскурсии по разным городам, участвуют в международных олимпиадах, проводят спартакиады и живут дружной семьей. Физмат – это семья дружная, сплоченная семья преподавателей и студентов. А РУДН – это слияние традиций и культур народов всего мира, так как здесь учатся студенты со всех стран. Огромное спасибо всему преподавательскому составу за проявленное тепло и понимание, проявленное на протяжении всего обучения. Я благодарна судьбе, что студенческие годы проходят в стенах Российского университета дружбы народов, замечательного и родного. Здесь каждый уголок известен и наполнен дорогими сердцем воспоминаниями. Здесь активно и энергично кипит жизнь студентов, раскрываются таланты, соединяются судьбы и рождаются надежды. Интернационализация высшего образования имеет большой исторический опыт. Введение тьютерства в РУДН как педагогической деятельности направлено на воспитание личности, обладающей профессиональными, социокультурными и общекультурными компетенциями. Мы следуем глобальным компетенциям образования, определенным ЮНЕСКО. Научиться познавать, научиться работать, научиться жить и научиться жить вместе. Факультет сегодня – это 12 кафедр с новыми лабораториями и современным оборудованием, с мобильными мультимедийными классами. Это центр коллективного пользования физико-химических методов исследования, всероссийские и международные конференции по математике, физике, химии и телекоммуникациям, выпуск на английском и русском языках различных научных журналов, а также международное сотрудничество с десятками зарубежных университетов. На факультете работает 45 профессоров, 108 доцентов, 44 преподавателей и 13 ассистентов. Поступившие студенты обучаются по 8 направлениям подготовки в бакалавриате и 10 магистрских программ. В аспирантуре обучаются 125 человек, среди них 33 иностранца. Только за 2011-2014 годы учеными факультета опубликовано 29 монографий, 7 учебников, 116 учебных пособий, 1303 статьи в центральной и зарубежной научной печати, получено 57 патентов на изобретение и 114 грантов различных фондов и НТП. На факультете действуют 4 диссертационных совета по защитам докторских и кандидатских диссертаций. За 55 лет факультетом подготовлено более 5000 специалистов в различных областях математики, информатики, физики и химии, в их числе около 1500 выпускников иностранцев. Факультет гордится своими выпускниками. Я Рубру Рудейн. Рудейн – мой родной университет. Дорогой университет, ты у нас прекрасный университет. Жирай крепкого здоровья, чтобы у тебя были самые наилучшие студенты, чтобы у тебя были самые наилучшие преподаватели, как у тебя всегда были. Чтобы у тебя были самые хорошие, наилучшие армаматы, чтобы у тебя всегда были друзья и чтобы я всегда была среди них. Однажды вернутся, однажды вернутся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова